а главное крепче держать штурвал майнив ну с вами всем привет и сегодня с реакция на лютые приколы в играх это уже 231 выпуск на дебака в battlefield 2042 давайте посмотрим кто там кого нагибакает пока что в атласе 2042 нагибакает чёооо я хотел сказать что пока что вот он сегодня нагибакает его не великолепная оптимизация в 20 кадров в секунду там веселье заспаунился что ли не пойму какие дела народ если кому-то вдруг интересно как у меня нормально все поиграл тут новой баттлы есть много чего рассказать но лучше вам это увидеть самим с первых же секунд чтобы просто высадиться на карту про и начинается с того что тем вроде топовое железо у тебя 30 кадров блин вот эта проблема хорошее начало просто нужно высаживаться в воздухе чтобы сверху осмотреться и безопасно и все равно ты встретился с машиной я так понял здесь воздушный транспорт предпочитают рукопашную манеру ведения боя ой вертолеты как же не раздражали я поиграл пятку вертолеты кошмар и так он точно попадет просто до констопа волью наземные список развлечений однако катиться на ракете о реально еще и что будет можно полетать на вертолете можно полетать без вертолета вообще не успел не успел спастись вертолеты нахрен не нужен чтобы летать а а вот вертолеты нужно чтобы нагибать все что движется это кошмар просто вертолет это просто жесть какая-то а главное крепче держать штурвал здесь нужно быть аккуратным тут в кустах может притаиться ну еле например самолет что это пропал маскировка в этот ботылфилд а ну так слышите незаметно летающее дерево за что тут по разрушаемости объекта тут их даже не надо рушить можно прям сквозь них ходить тут ребята из о серверами там дичайшая проблема пока ботылфилд это супер сырое нечто и не знаю что будет на релизе подождем увидим хорошие новости для любителей полетать воздушная техника здесь очень маневренная шо о сервера очень маневренные а а а можно дать и так что не плевануть как бы время игры коротко об оружии лучше пушка ливану такой мне хватит серьезно лучшая пушка на средней дистанции рпг удачно вышел на ближней дистанции но я думаю вы догадались больше по оружию сказать нечего ничего уникального ну кроме вот этого пулемета который может стрелять даже во время перезарядки ахахахаха патроны зачем нужны патроны в этой патлее идет противостояние между американцами и русскими это такие инновационное оружие у него буфер патронов внутри где-то знаете как буфер памяти оперативно только у него патронов тем временем русские вот ли здесь ту его хуча техники которая поможет вам выиграть но мимо система смены модулей которые быстро это прикольная идея выиграть премию дарвина здесь медицина вышла победа уровень что больных транспортируют на дронах а а а а а и уж батлайта очень реалистичная игра ты реально веришь в то что происходит на экране вон чувак даже пытается вывернуться от машины а это кое-что тоже это же на автомате то сверла раньше когда выиграть экшен и война но мне кажется стоит добавить еще один хоррор экшен конечно до этого добра здесь хватает просто внезапный взрыв а чё бы не взорваться типа а он зацепился несмотря на то что это только бета тут уже появились свои киберспортсмены как он попадал вы видели что там реально он сервера такие великолепные понимаете регистрация попадания просто невероятного до игре танцы так вот здесь тоже не без этого самый популярный танец здесь это настенный брейк танц как к мако форста в принципе стилево стилево его не злить это у нас и соляры в берце вот когда хотел поиграть собакой но мяча под рукой не нашлось ну и хотелось бы еще рассказать что это не готовый продукт это бета-тест к релизу все эти баги пофикса или нет ну и к тому же уже сейчас скорее нет хватает красивых моментов которые способны вас удивить мне кажется к релизу не пофикс это как было с battlefield 4 еще как минимум полгодика придется с багами пожить а потом может быть пока это один из самых худших релизов battlefield а потому что прям был пока что прям плохо по не сервера в плане но это красиво это красиво не экшон и мое почтение 200 процентов но иногда все портит севера оптимизация я помню об этом люди вроде четвертом лифт не в 3 и в третьем натомета подстреливал самолет это так весело было но даже красота и об этом все то было будет неплохим но через время не не сейчас сейчас там явно релизе ребята мне покупал это мой вам совет не покупать на релизе посмотрите когда она уже будет готовила я обзорчик когда она будет на релизе потому что пока там грустно и печально правда ронатой я с ронатой еще не подбивал красота попадет вот красиво 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 добра Просто, чтобы вы понимали, у меня на моей 3080 Ti было 60, 50 кадров, 70 кадров, иногда 100, иногда опять 50, 60, 30, 70, 60, 30, 70, вот такое непонятное, простите, это потому что я играл просто на высоких, даже не на ультрах. И понимаете, качество графики вообще не влияло на FPS, я ставил низкую и всё то же самое. Какая-то проблема с оптимизацией. Капец. Вот насколько человек умеет на снайпешкой винтовке играть. Я вообще не умею на снайпах играть, типа просто нулина на снайпах. Вот я всё время на WP умел играть в CS, но там же баллистики-то нет, там же просто лазер, блин, пью, когда стреляешь туда и летит. Поэтому в CS это ещё более-менее всё это. А вот во всяких играх типа батлы мне прям сложно со снайпой. Если мне удалось поднять вам настроение, то лайкомат внизу. А я в своё время в Apex и Epoch Payroll со снайпой. Заходите в мои социальные сети. Всё, спасибо за просмотр. Всем пока. Хороший ролик. Ребята, ну ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на канал. Лютых приколах в играх. Ну короче, придите, подпишитесь, лайк поставьте, комментарии напишите. А также можете это всё делать на моём канале. Подписаться к нему точно. Спасибо. Вот. А так что, всем удачи. До скорых встреч. Всем пока. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok